Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Простая математика, нарушения налицо. В Сочи продолжают бороться с черными зарплатами. В Сочи открылся Черноморский форум «Виноделие» – тема для обсуждения перспективы международного отраслевого сотрудничества. В погранчасти Нижней Шиловки отметили новоселье. Там построен новый корпус, старое здание сгорело. За чистый воздух выступают сочинские активисты. На курорте стартовала антитабачная акция. Экономика Кубани выходит из рецессии. Спад производства замедлился, а главные драйверы региона, сельское хозяйство и санаторно-курортный комплекс показывают рост. Об этом на заседании Краевой комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики сказал Вениамин Кондратьев. Во многом это результат поэтапного выполнения антикризисного плана, который был принят три месяца назад. Стратегическим направлением для долгосрочного роста Краевой экономики губернатор назвал поиск инвестиций. Объемы привлеченных денег в начале года упали почти на 30%. Во многом из-за приостановки крупных федеральных проектов. Без инвестиций, коллеги, однозначно, никакого запрещенного экономического роста Края быть не может. У меня сегодня есть проблемы с включением инвестиций. С точки зрения организационно-административных мешает на сегодняшний день ничего. Наоборот, все померная помощь. Вы сегодня сидите и повторяли мультипликативный эффект. Знаете, как бы у меня это слово с мультиками, да. Мне очень важно, чтобы вот эти люди, которые живут в станицах, хуторах, они вот этот мультипликативный эффект должны ощутить. И он для них должен быть не от слова мультики, а от слова о том, что на самом деле эффект экономический вокруг них реально ощутимый. Вот о чем я говорю. А эти умные слова, мультипликативный эффект, поверьте, как бы вот это можно сами себя, мы можем как бы убаюкивать, 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 убаюкивать. Вот они должны реально его ощущать. Дополнительно из бюджета на социальную сферу в регионе выделят больше миллиарда рублей. В Крае повысился размер прожиточного минимума и увеличилось количество людей, претендующих на соцподдержку. Никаких сокращений по выплатам этой категории граждан быть не может, заявил губернатор. Миллиард триста дополнительных средств. Да, мы можем построить школы, детсады, поликлиники. Тоже нужно. Но для них, для этих людей в рамках дорожания сегодняшнего дня, это жизненная необходимость. Мы не допустим задержек по социальным выплатам. Мы не можем даже думать об этом. В заседании комиссии Вениамин Кондратьев призвал не зацикливаться на традиционных для края направлениях развития и продолжать диверсифицировать экономику региона. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Краевые инвестиционные проекты готовят к форуму «Сочи-2016». В соответствии с поручением губернатора Вениамина Кондратьева, инвестпроекты, которые муниципалитеты планируют представить на форуме, должны быть максимально обеспечены пакетом документов, отмечает вице-губернатор Сергей Алтухов. Условия таковы. Должно быть понимание по земельному участку, подключение к инженерным сетям, комплексный бизнес-план. Пусть это будет 3-4 предложения для инвесторов от каждого муниципалитета, отметил Алтухов. Главное, чтобы проекты были детально проработаны. Только таким образом край повысит качество заключаемых соглашений и доведет их до логического завершения. Все инвестпредложения муниципалитетов пройдут строгий отбор. Изменится и формат презентации проектов. Помимо привычных макетов, регион представит инвестиционный потенциал при помощи современных технологий визуализации. Регистрация на форум уже открыта. Также разработаны деловая и культурная программы, определены места размещения гостей, порядок встреч делегаций, проведена работа по вопросам транспортного и сервисного обслуживания форума. Международный инвестиционный форум «Сочи-2016» пройдет с 29 сентября по 2 октября на площадке главного медиа-центра в Олимпийском парке. Традиционно форум собирает порядка 9 тысяч участников из российских регионов и более 30 стран. Энергию открыли в Старо-Щербиновской. Многофункциональный спортивный комплекс без крыши стоял в станице несколько лет. Подрядчики затягивали со сроками. Однако после вмешательства губернатора краснодарская компания завершила работу. Теперь столичные любители спорта стремятся изучить все помещения. Школьники собираются провести там большую часть летних каникул. Он большой, уютный. Там можно веселиться, играть. Там много места, очень много. Не так, как в том старом спорткомплексе. Сегодня губернатор Кубани посетил воздухоопорный комплекс, перерезал традиционную красную ленточку и принял парад спортивной гордости Щербиновского района. Сегодня слово «спорт в моде». Он становится образом жизни. Важно, чтобы вы ушли с улиц, но никуда не будь. А ушли в спортивные комплексы, ушли в дворцы культуры, в секции спортивные. Большое завтра Кубани и России сегодня сидит здесь, на этих трибунах. Это вы. И нам сегодня очень важно, чтобы вы взросли здоровым поколением. Тогда на самом деле и Кубань, и Россия может быть спокойно за свой завтрашний день. Потому что сегодня растет мощное, здоровое, грамотное поколение. Здесь комплекс современнейших тренажеров, который состоит из 40 наименований. Это единственный спортивный объект в районе, в котором есть ринг для профессиональных занятий боксом. Есть татами для спортивной борьбы. На строительство многофункционального спортивного комплекса «Энергия» затратили около 150 миллионов рублей. Условия для тренировок детей, взрослых и спортсменов-инвалидов сделают спорт более доступным для станичников. Здесь одновременно может заниматься порядка 100 человек. Одни волейболом, другие на тренажерах, третьи на татами, четвертые на ринге. Я хочу вас всех поздравить с этим замечательным праздником. Немножко вы опоздали на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Но уже видно, что здесь поколение готово сражаться за олимпийское золото в будущих Олимпиадах. В этом году такие же большие красивые спортивные комплексы откроют в Выселках, Кореновске и Обширонском районе. Инга Габейшая, телекомпания ФКТ. В Сочи продолжается борьба с неформальной занятостью, недобросовестными работодателями и зарплатами в конверте. В администрации Сочи состоялось очередное заседание комиссии, куда пригласили и самих нарушителей трудового законодательства. По официальным данным, сегодня в Сочи 70 тысяч неоформленных работников. Это значит, что при трудоустройстве с ними не заключают трудовые договоры. Такое положение дел, во-первых, нарушает закон, во-вторых, это мизерная пенсия в будущем и отсутствие налоговых поступлений в городской бюджет в настоящем. Именно из-за таких недобросовестных работодателей, подчеркивает Анатолий Пахомов, люди и лишаются достойной старости. Вы делаете наших людей несчастными. Это из-за вас они живут мало, потому что вы, их своим недобросовестным отношением, своим же обязанностям, неуплатам в обществе пенсионного, пенсионный фонд сборов, приводите к такой жизни. Кроме того, что штрафы, которых я требую, чтобы не меньше 150 тысяч с них брать, составляете протоколы. Следующий этап будет. Это служба судебных приставов, которых мы будем спрашивать. Каким образом они с них взымают эти штрафы. Выводить так называемых серых работодателей на чистую воду теперь будут на местах. Ведь даже не специалисту ясно, что дело не чисто, если в трехзводочной гостинице официально работают всего 2-3 человека. С проверкой в те же отели и частные гостиницы выходит инспекция по труду. Нарушителям, которых уже уличили, на заключение трудовых договоров дали неделю. В Сочи объявлено штормовое предупреждение. До конца дня 2 июля ожидаются сильные дожди с грозами. Спасатели просят жителей и гостей города проявить бдительность при интенсивных осадках не пользоваться личным транспортом. И по возможности отказаться от отдыха на природе. И в случае необходимости звонить с мобильных по номеру 010 или городскому оперативному дежурному по номерам 262-22-98 и 262-22-82. К другим новостям. Мэр Сочи рассказал о подготовке города к всемирным хоровым играм. Анатолий Пахомов принял участие в Москве в пресс-конференции. На вопросы журналистов также ответил заместитель министра культуры России Александр Журавский и художественный руководитель академического большого хора «Мастера хорового пения» российского государственного музыкального телерадиоцентра Лев Конторович. Всемирная хоровая олимпиада стартует в Сочи 6 июля. На курорт приедут более 12 тысяч ведущих исполнителей хорового пения со всех континентов. Десять дней на лучших концертных площадках города посоревнуются 283 хора из 36 стран мира. Артисты и зрители смогут принять участие в интересных конкурсных состязаниях. На девяти концертных площадках Центрального и Адлерского района пройдут гала-концерты с участием 2500 артистов. Церемонии открытия и закрытия состоятся в Олимпийском парке в Ледовом дворце Большой. Во время старта игр запланирована колокольная церемония. Прозвучат пять ударов колокола, символизирующих пять континентов нашей планеты. А завершением всемирных хоровых игр станет парад нации. Шествие пройдет по центральным улицам Сочи 12 июля. Для Краснодарского края хоровое пение и вообще искусство – это в душе. Мы сделаем, чтобы эти хоровые встречи были лучшие за все время проведения игр, потому что у нас по-другому нельзя. Уже начали у нас появляться микрорайоны города, хоровые коллективы, которые просто под открытым воздухом на порожках театра или кинотеатра поют. Поэтому мы говорим, добро пожаловать в город Сочи, не пожалеете. И особенно не пожалеют те, кто приехал отдыхать, загорать на наших прекрасных сегодня новых пляжах, потому что они отремонтированы. Заодно, имея возможность оздоравливаться, подготавливаться к новому трудовому сезону, еще и принимать участие во многочисленных культурных мероприятиях, во многочисленных спортивных мероприятиях. Вот не пожалеете, правда. В Сочи сегодня открылся третий Черноморский форум виноделия. Конференция будет сфокусирована на обсуждении прогнозов и анализа основных тенденций на рынке винодельческого сектора экономики. Участники, а их в этом году более 350, будут обсуждать и перспективные тренды международного отраслевого сотрудничества в Черноморском регионе. На открытии форума побывала наша съемочная группа. Красное и белое, сухое и десертное. Вина итальянские, испанские, грузинские, тунисские, крымские и краснодарские. Участники форума перед его открытием дегустируют вина и тут же обсуждают основные тенденции рынка. На третий Черноморский форум в Сочи прибыли более 350 представителей отрасли из более чем 20 стран. Рекорд для пока еще молодого форума. Черноморский регион известен. Здесь более тысячи лет развивается винодельческая отрасль. И, соответственно, этот форум позволяет встретиться всем заинтересованным лицам, обсудить проблемы и найти общие пути решения. В этом году основной вопрос для обсуждения – это проблема качества продукта и борьба с фальсификатом. Но качество не должно отражаться на цене, говорят эксперты рынка. Важно включать в линейку не только элитные премиальные вина, но и индустриальные для широкого круга покупателей. Только около 30% вина в России мы делаем из своего винограда. Мы, конечно, хотим производить больше вина, но ведь стоит вопрос качества и как его производить. Без международного сотрудничества мы этого не можем сделать. Второе – лоза растет долго, хорошее вино появится через 8-10 лет. В ходе форума, помимо прочего, сомеле выберут лучшие вина в нескольких категориях. За звание самых качественных будут бороться и краснодарские. Гость из Таманского полуострова в отрасли уже 50 лет. Сегодня местные напитки, говорят виноделы, вполне могут конкурировать с самыми известными производителями. Секрет в уникальном климате региона. Основа в вине – это терруар. Это почвенно-климатические условия. То есть это 80% качества вина, конечный продукт, зависит именно от терруара. И 20% – это, конечно же, умение, мастерство и душа винодела. В Сочи Черноморский форум виноделия проходит впервые. Его уже принимала Молдавия и Краснодар. И впервые форум проводится в рамках официальной программы Организации черноморского экономического сотрудничества на полях встречи Совета министров иностранных дел. Встреча пройдет на курорте завтра. И 12 министров стран ОЧС, говорят организаторы, обязательно продегустируют представленные на форуме вина. Инга Габеши, Ольга Десята, Вадим Даниловский, телекомпания ФКТ. Накануне в пограничной части села Нижняя Шиловка отметили новоселье. Благодаря усилиям администрации города и сочинских единороссов был построен новый административный корпус. Старое здание сгорело в результате природного катаклизма. Погранзастава в районе реки Псоу появилась в Адлерском районе после грузино-абхазского конфликта. В подчинение пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю она перешла в 2003 году. Недавно здесь произошло ЧП, административный корпус сгорел от удара молнии. Накануне профессионального праздника Дня пограничника Анатолий Пахомов предложил защитникам рубежей помощь в возведении нового здания. Строительство велось под личным контролем первого заместителя главы города Сочи Мугдина Чермита. Работы завершились в рекордно короткие сроки. Как можно было за короткий период оказать нам такую помощь после того, как у нас здание было стихийным местом разрушено, возвести вот это здание, строители помогли. И вот сегодня мы вместе с жилого города хотим открыть это здание, чтобы служба в новом помещении была комфортной. В свою очередь Анатолий Пахомов поблагодарил часовых родины за доблестную службу. Но надеюсь, что и сегодня, и особенно после того, когда мы помогли быстрее восстановить ваши бытовые условия, восстановить административный корпус заставы, надеемся, что у вас еще больше будет желания не подвести ни наших горожан, ни меня как главу города, ни тем более главнокомандующего президента Российской Федерации. И надеюсь, что граница на надежном замке. После торжественной церемонии перерезания красной ленточки для Анатолия Пахомова и Мугдина Чермита провели небольшую экскурсию по новому зданию. В съемочной группе показали только столовую, учебный класс и комнату, где хранится оружие. Все остальное – военная тайна. Татьяна Говоркова, Максим Ковригин, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». За чистый воздух выступают сочинские активисты. Антитабачная акция стартовала на курорте накануне вечера. Ее участники и организаторы вышли на самые многолюдные улицы и провели беседы с курящими в общественных местах. Вот так с простых вопросов и начинается беседа. И первое, о чем спрашивают курильщика, из Сочи ли он. И как показал опрос в самых многолюдных местах, дымят в основном отдыхающие. Одни по незнанию федерального антитабачного закона и правил, установленных на курорте, и другие из принципа «курю, где хочу». В итоге окружающие то и дело скрываются в облаках дыма, что, естественно, нравится не всем. В Сочи активная борьба с курением ведется с 2010 года. Тогда, 19 января, была принята хартия «Сочи – город без табака». Мы эту стратегию бездымного города, бездымного пространства продвигаем как курортный город. У нас очень много гостей во время летнего сезона. И для нас важно, что люди и разлетятся от нас, но будут знать, что вот эти стандарты, они должны распространяться во всей России. По боку из закона за курение в неположенных местах нарушителю грозит штраф. Выписывать его должны полицейские. Сочинские активисты применяют другую силу слова. Участники акции «Мы за чистый город» разделились на три группы и отправились по улице Новогинской, центральной набережной и вдоль реки Сочи разыскивать в толпе курильщиков. Тот, кто оказался в центре внимания участников рейда и телекамеры, реагировал по-разному. Одни в споре начинали остаивать свое право на курение, а кто-то, выслушав и согласившись с участниками рейда, тут же тушил сигарету. Наша основная цель – это, опять же таки, показать людям, что они поступают неправильно. Мы будем стараться добиваться того результата, чтобы любой человек, который проходит по городу Сочи, смог свободно дышать. Разъяснительные беседы участники рейда провели и с администраторами кафе, расположенных на набережной, где дорогим гостям были настолько рады, что разрешили курить. Хотя по федеральному закону дымить на территории общественных заведений запрещено. Касается это и пляжей. Для удовлетворения никотиновой потребности есть специально обозначенные места. Можете выкинуть, пожалуйста? Хорошо, выкину. Пообещайте, что это больше не будет. Есть специальные у нас зоны, где люди курят. Здесь дети. В цель акции, как отмечают организаторы, не убедить человека завязать с пагубной привычкой, объяснить, что курить там, где это запрещено, вовсе не норма, а нарушение закона. Ведь и жители, и туристы любят Сочи за чистый воздух. Облака табачного дыма в картину российского курорта никак не вписываются. Елена Всецина, телекомпания ФКТ. Местные единороссы подвели итоги работы за первое полугодие. Наметили планы на осень, когда пройдут выборы в Госдуму. Но большая часть полицовета была посвящена медицинской теме. Это рейтинг и доверие сочинцев к учреждениям здравоохранения. Говоря о медицине, лидер сочинских единороссов Анатолий Пахомов отметил, что все проекты здравоохранения были реализованы на курорте при поддержке партии «Единая Россия». Это в первую очередь ремонт и строительство больниц и поликлиник. Оснащение учреждения здравоохранения автомобилями и современным высокотехнологичным оборудованием. Начальник управления здравоохранения рассказал о том, что в сочинских больницах делают уникальные сложные операции. Теперь не нужно ехать в Край или в Москву. Многих высококвалифицированных специалистов на работу в медучреждения города приглашают из крупных городов России. Врачи работают теперь на опережение. Например, уже в Сочи лечение инфаркта миокарда делается путем стентирования. Когда на ангиографии врач видит прерывание сосудистого кровотока в мышце сердца из-за того, что там идет тромб, и путем введения этого стенда через сосуды периферические, не разрезая грудную клетку, вводят в этот стенд и раздвигают стенки тромба. Таким образом, человек получает неразвитие инфаркта миокарда. В ближайшее время под эгидой партии «Единая Россия» Управление здравоохранения и образования запускают новый проект под названием «Академия здорового ребенка». Молодых мам и пап будут учить, как сделать так, чтобы дети не тянулись к чипсам и пепсиколе. Прежде всего, здоровое питание, спорт, профилактика вредных привычек. Анатолий Пахомов при всех успехах на пути развития сочинской медицины попросил обращать внимание на те недоработки, о которых пока еще говорят сочинцы. Создав прекрасные условия для работы медперсонала, не везде удалось изменить отношение к пациентам. У нас не должно быть такого, чтобы 44% людей были недовольны учреждениями здравоохранения. Если это брать скорую помощь, ну, смотрите, кареты скорой помощи, какие возможности. Вообще-то, ну, затруднения, наверное, в подвижении есть. Но пробок таких, как в других районах Краснодара нет ли быть, не может. Но люди недовольны. Почему? Давайте причины выездим. Этим займется специальная комиссия и народный контроль. Нареканий в области медицины вообще не должно быть. Такую задачу поставил перед единороссами их лидер. Говорили на заседании полицовета о предстоящих осенних выборах. Член полицовета, председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов рассказал о кандидатах, которые пойдут на выборы депутатов Государственной Думы от всех парламентских партий, а также о партийном проекте «1 плюс 10». Это рост численности членов партии. Завершилось заседание традиционными рабочими вопросами вступления и выход из партии. Елена Авсецина, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». И сегодня председатель избирательной комиссии Сочи Валентина Ткачева рассказала об особенностях проведения выборов 2016 года. Указом президента, напомню, выборы депутатов Госдумы назначены на 18 сентября. Жители Хостинского, Центрального и Лазаревского районов в Сочи будут участвовать только в федеральной избирательной кампании. А вот адлерцы будут выбирать не только депутатов Госдумы, но и депутата Законодательного собрания края по Олимпийскому одномандатному избирательному округу номер 50. Поскольку в ЗСК поступило заявление от депутата Копачева о досрочном сложении полномочий. На этот раз выборы будут проводиться по новым правилам. 225 депутатов избираются от политических партий и еще столько же по одномандатным избирательным округам. В Сочинский округ вошли Абширонский и Белореченский районы края. Из новшеств, введенных федеральным законом, можно назвать запрет участия лиц, не достигших 18-летнего возраста, в том числе и собственных детей кандидата, в агитационных материалах. Также запрещено, наложены ограничения на высказывания физических лиц. То есть физические лица, которым запрещено законом, а это в основном гражданские, государственные служащие, высказываются о кандидате, о политической партии. Такие высказывания категорически запрещены. Сейчас политические партии проводят свои съезды и утверждают списки кандидатов, пока в Сочинской избирательной комиссии ни один кандидат не зарегистрирован. Подать документы необходимо самовыдвиженцам до 12 июля, а партийцам – до 23 июля. Прием завершится 3 августа. Досрочного голосования на этих выборах не будет. А вот те, кто отправляются на отдых, а выборы совпадают с активным бархатным сезоном, должны позаботиться об открепительном талоне. Руководители здравниц просят проинформировать своих гостей о порядке проведения голосования 18 сентября. Сочи встретился с «Медиком». Товарищеский матч между профессиональным и любительским футбольными клубами состоялся накануне на центральном стадионе. Футбольный клуб «Медик» был образован 40 лет назад в курортном городке Адлерского района. Но только два года назад игроки стали себя проявлять. Связано это с приходом в 2014 году нового тренера Георгия Джабаба. Через год «Медик» стал чемпионом города Сочи. На данный момент любительский клуб также занимает лидирующую позицию в городском чемпионате по футболу. В это воскресенье состоится выездной матч с футболистами из Кичмая. Эта игра во многом определит лидирующую группу команд первого круга. И товарищеская встреча с профессиональным клубом Сочи – отличная возможность набраться опыта. В первом тайме «Медик» показал отличную подготовку и игру. Итогом прорыва стал забитый ворота профессионалов мяч. Начало игры так и осталось за любителями. К сожалению, этот гол был единственным. Во втором тайме профессионалы разыгрались. И несмотря на все попытки «Медика» провести мяч, Сочи отражал все атаки, распечатывая им ворота раз за разом. Итог встречи 6-1 в пользу профессионалов. Уровень готовности нашего клуба и уровень готовности соперника, естественно, разный. То есть они готовятся к участию во второй лиге. Это профессиональная лига. У них свои задачи определенные. Как мы знаем, что они задачи выйти дальше. То есть это команда, которая… Ну, в таком городе, конечно, должна быть профессиональная команда. Наша основная задача, прежде всего, популяризацию любительского футбола. Чтобы как можно больше детишек выходили, чтобы было стремление. Клуб «Медик» как раз и создает необходимые условия для подростков, которые хотят посвятить свою жизнь футболу. Будучи любителями, здесь стараются играть профессионально. Руководство футбольного клуба «Медик» совместно с Общероссийским народным фронтом уже и поле готовят для возможности играть всем городским любителям футбола. До сих пор для подготовки приходилось брать поля в аренду. Поддерживают клуб местные предприниматели и депутат городского собрания Армен Нактазлян. Тем не менее, финансовые сложности остаются. «Сложно, никто особо не помогает нам. Поэтому стараемся, откуда можем, развиваем футбол юношеский. Начинаем с малого, но обязательно придем к большему». Пока до чемпионата мира далеко и нужно начинать с малого. Кстати, молодой состав «Медика» уже дважды выигрывал чемпионат края и в следующем году вновь планирует побороться за кубок губернатора. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». И в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущих «Бьюти-рум Далс» – студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи под руководством ее основателя Дарьи Далс. Продолжение следует...